здравствуйте хочу вам рассказать сегодня как можно вылечить много различных болезней вот таким вот шишечками хмеля он полезен при таких заболеваниях как невралгия улучшает сон успокаивает завариваете вот эти вот шишечки как чай потом я расскажу вам как это делается в какой пропорции сначала я хочу рассказать вам о том как от каких болезней он помогает болезни на самом деле очень много лечит он очень полезен сердце лечит восстанавливает ритму сердечный снимает отеки воспаление лечит цистит венерические заболевания недержание мочи гастрит регулирует водный и жировой баланс в организме восстанавливает гормональный фон очень хорошо женщинам при климаксе помогает при ревматизме когда болят суставы заваривать его нужно так ну можно заваривать можно делать мазь вот если болят суставы например ревматизм то две столовые ложки шишечек нужно добавить в них масло растительное нерафинированное шишечки можно размельчить на кофемолке и прикладывать вот больным местам на ночь например компресса вот из этого масла масло настаивается настаивается где-то неделю-две в холодильнике получается такая вот мазь можно делать ванночки отваривать то есть шишечки вот заваривать в кастрюле наливать в ванну и просто принимать ванны очень полезно потому что все тело у нас состоит из пор и поры тоже впитывают в себя полезные вещества и он очень помогает хорошо при кого из кожные заболевания кипятить можно прям вместе с веточками вот они вот такие вот веточки вместе с шишечками он растет везде практически вот этот хмель как дикорастующее растение в дворах и где-то уже вот в августе в сентябре вот появляются вот эти шишечки зеленовато-желтые их даже можно высушить на зиму или заморозить в морозилке ну вот если делать ванночки то нужно прокипятить в кастрюле где-то три минуты и настаивать минут 40 очень хорошо помогает при экземе и можно даже протирать лицо вот у кого угревая сыпь плоскать горло нос десны и очень хорошо лечит от заболеваний десен если принимать вовнутрь вот от всех тех болезней которые я говорила это успокаивающее для сердца от отеков ацестита от недержания мочи гастрита вот то можно пить в таком составе то есть одна столовая ложка хмеля на кофемолке можно перемолоть если он сухой высушенный из шишечки одна столовая ложка заваривается на 300 миллилитров кипятка вот это кипятится три минуты также можно полоскать волосы для укрепления волос очень хорошо укрепляет и помогает от перхоти то есть вообще укрепляет волосы но единственный как скажем мой небольшой недостаток много для кого-то достоинства в принципе он немножко волосы окрашивает то есть чуть чуть придает оттенок такой рыжеватый но зато очень хорошо укрепляет волосы и единственное предостережение то что когда вы полоскаете отваром хмеля волосы после мытья шампунем нужно брать старое полотенце потому что немножко может полотенце покраситься чуть-чуть так что принимайте ванны и пейте это очень полезное растение и вы даже не представляете сколько пользы от него человеку даже мы вот покупаем таблетки в аптеке но они очень дорогие во первых во вторых этой химии в третьих это не всегда действует хорошо потому что не всегда они очень много подделок вот а лекарства они находятся вокруг нас это зеленые растения они бесплатные и очень хорошо нам помогают 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 причем даже гораздо лучше чем таблетки так что лечитесь и всего вам доброго здоровья не болейте ваше а а а а а а а а Продолжение следует...